Привет! Это Новосибирск, это улица Каменская. Здесь продолжается работа и проснуться здания, о котором я уже рассказывал. Посмотрим, что по результатам первого дня произошло. Вот здесь воздвигнут уже большой забор вокруг здания в стиле конструктивизма, который был. А можешь зайти, а? Нет! Нельзя зайти? И по камере может доска сейчас упасть. Аккуратнее снизу. Еще раз, что вы говорите? По камере может доска упасть. А вы в камеру это можете сказать? Видите же, мы монтируем. Отойдите подальше. Вашей же безопасности это. Иначе доска может по камере упасть, да? Не иначе, а в целях вашей безопасности. Спасибо за предупреждение. А что это? Угроза? Нет, конечно. Ни в коем разе. Спасибо. Это требование техники безопасности. Желаю вам успешной работы в новом году. Спасибо. 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 Как видите, друзья мои, на Каменской 18 при разрушении здания построена Но в стиле конструктивизма в 1930 году успех сопутствует новым владельцам этого имущества, которые скрывают на самом деле свое происхождение. Они уже разрушили часть здания. Думаю, в ближайшие дни здание будет ликвидировано полностью. На его месте, по некоторым сведениям, как сообщил Константин Голодеев, будет сооружаться бизнес-центр. Вероятно, это хорошее вложение капитала. Но это плохой вариант для того, чтобы оставить память об образце... Так, что-то у меня камера балуется. Момент. Это плохой вариант для того, чтобы оставить память об образце стиля конструктивизма, в котором славен Новосибирск. Но защитников этого стиля оказалось немного в Новосибирске. Среди защитников не было представителей органов власти, которые отвечают за охрану памятников, или, там, я не знаю, сторонников хорошего образа Новосибирска. То есть капитализм побеждает. Может быть, это и не так плохо. По крайней мере, для тех, кто не успокоится о сбережении памяти о городской архитектуре. Сегодня работы по разрушению, по сноту здания начались. Вы можете посмотреть в моих репортажах, как это все происходило. Что сначала полиция возражала, обмешала проведению этих работ. Но затем, изучив документы, согласилась в том, что собственник вправе делать со своей собственностью все, что им уже благорассудится, и никто ему в этом помешать не может. Тем более, когда эти работы проводятся в выходные дни, в праздничные дни. Ну что ж, вероятно, эта спешка чем-то оправдана. Я желаю вам успеха в новом году. Чтобы все ваши начинания были с тем же результатом, за который не стыдно. Если же будет что-то интересное, я увижу в Новосибирске, я вам покажу. А то, что вы захотите показать свои помощи, сообщайте, пожалуйста, или в личку, или по телефону, или любым способом. Пашки Муханов, Новосибирск. Начало 2019 года. Новосибирск. Новосибирск.